Александр Геннадьевич, один из наших наставников, мой наставник лично и наставник мужского университета. Зачем мы делаем эти встречи? Мужчина – это ответственность. И лично моя такая мысль, что мы должны взять ответственность как минимум за себя, за свою жизнь. И если мы возьмем ответственность за семью и наше окружение, это будет здорово. И если мы вдохновимся и возьмем ответственность за общество или часть общества, это значит, что эти встречи были не зря. Я думаю, что мы об этом сегодня будем говорить. У вас есть на руках анкеты, удобно можете их запомнить. И на обороте есть информация о предстоящем событии, это лагерь мужского университета. Кому будет интересно, можете в конце программы ко мне подойти, я в фракции расскажу, что там будет. Спасибо большое. Добрый вечер. Кто впервые сегодня на нашей лице? Необычный партнер. Все мужчины, обычно все женщины. Мужчины, все работают. Но в этот раз мы сказали, что женщины выгнали своих мужей на лекцию, да? Вы были такие случайности? Да, мы очень заняты, я понимаю, у нас цель есть какая-то. Многое нужно успеть делать в жизни, заработать деньги, построить дом, не знаю, ваши планы, личная жизнь. И, конечно, жизнь, она меняется. Атмосфера меняется, как в инскрите, это джагат. Мы, в котором живем, джагат, он меняющийся. Кто-то помнит, что советские времена, кто-то помоложе, может быть, уже не очень понимает, что там было раньше, вот сейчас так просто. Мы переживаем серьезные времена, значит, очень серьезные. Мир продолжает меняться. И не всегда мы успеваем, а именно во времени. Знаете, почему? Мы не получаем образования в течение всей жизни. Мы получили образование, и там остановились, а потом уже действие начинает. Так, в нашем учреждении. И постепенно, постепенно, поскольку мир меняется, мы постепенно отстаем от жизни. Потом еще остаримся больше, еще и на нас будут смотреть, как уже материал устаревший. Технологии нас опередят, молодые люди ждят, время опередит. Это с каждым происходит. А в обычной жизни. То есть вновь после времени живут очень великие личности, которые могут сознавать в течение времени и чувствовать пульс всего полного целого. Это больший разум очень. Неординарная личность. В основном люди устареваются. И вот мы не хотим устаревать, как бы, цель наших встреч, все-таки получать образование, чтобы чувствовать пульс времени. Потому что успех невозможен без этого. Многие из нас мыслят по старинке, живут по старинке. Или какая-то программа вложена уже в разум. Я просто здесь автоматически, мы даже уже не думаем об этом. Просто действуем, как бы, слепо. А что значит слепо? Что мы не получаем должного результата даже через 10-20-30-30-30-30-30. Не удовлетворен человек, получается. И так устроен мир, чтобы в любое время лидеры как бы влияют на всех. И у каждого из нас в уме или вот на практике есть какой-то лидер, конечно же. На кого мы же смотрим. Например, когда я учился, учил образование в школе. Ленин был лидер до всей страны. И мы вот были к этому образу привязаны насмерть. То есть люди жизнь отдавали развиваться. Это идеи ленинской, его учения и так далее. То есть мужчины, они героями становились. Просто думая о таких лидерах, как Ленин, или там Сталин, как мой отец. Мою бытность уже Сталин культичностью ушел. На школе говорили, что это была культичность, была ошибка. Но в военном моего отца это был Бог, по-моему, народный. Ленин тем более. И вдруг внезапно все это сменилось. И мы потеряли тоже теперь наши лидеры. Знаете, что происходит? Сейчас лидеры становятся более-менее безличные. Вот я говорю, что влияние времени. Будьте внимательны. Безличные. Может быть, никто, а что? Деньги. Вот какая сейчас подмена страны происходит. И многие из нас слепо приняли эту формулу в разум. А разум означает цель жизни. То есть это просто программа включается, а остальное автоматически действует. Ум, чувство, отработа, ноги, руки, машины, все туда-все туда. Дороги строят, экономику строят, все ради чего. Деньги, 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 деньги. Под спутом, волей-неволей, мы все сейчас вокруг этого грузимся. То есть представьте, вот сейчас такая ситуация. Но, смотрите, в Бхагаватике говорится, что бы ни делала, делала великая личность, то туда пойдут обычные люди. Так вот, куда нас идут деньги? Если лидера как личности не существует такого, а лидер стал безличным, потому что богатство, успех, комфорт, деньги, то куда же ведет вот этот лидер? Какой пример мы видим в этом? Что такое деньги в нашем образном восприятии? Да, это какие-то накопления, это какая-то собственность. Это то, что мы можем видеть в каких-то там богатых дворах, не знаю, в каких-то сериалах показывают, это роскошь, могущество, влияние, владание. Это образ, знаете, как называется ведом? Хирания Кашибу. Сейчас я здесь снимаю. Это имя демона велика. Вот за каждой безличной концепции какая-то демоничная культура скрывается. То есть я говорю по секрету. Секрет информации. Мужчины должны это знать. В любом случае, правители мира должны это хорошо знать. Ну, мы не правители мира здесь, но мужчины. Мужской разговор нормальный. И Хирания Кашибу означает, что управляет собожделением и деньгами. Очень легко управлять деньги. Вот здесь, может быть, тоже есть управляющие люди, имеющие свои структуры какие-то, небольшие, может быть, и небольшие. И вы знаете, что людьми нужно управлять, если у вас есть такая ответственность, какое-то предприятие свое, или бизнес свое, нужно управлять. Так вот, люди управляются этими двумя вещами. Вожделением и деньгами. Это демоническая культура. И цари прошлого, далекого-далекого прошлого, раджи и риши тоже знали это. Но они понимали, что если зашкалит вожделение, люди становятся очень агрессивными в обществе. До сумасшествия становятся агрессивными. Они за деньги могут убить друг друга. То, что сейчас, в принципе, не так уж и удивительно. То есть, где-то есть зашкаливание температуры тела, это уже бред, уже человек, не все. Что он ради денег уже готов просто убивать. Ради нефти, ради рынков сбыта, и начинается война, знаете, это уже просто паранойя начинается. Это, значит, вожделение зашкаливает. Уже слишком много вожделений, вот это ненасытные желания, вот это давление, сила, когда человек становится вот таким странным, враждебно настроенным, ради денег и собственности. Если вожделение ниже опустить здорового состояния, то увидимся инфантильными. Ну, а представьте, что у человека есть возможность наслаждаться сердцем, сколько он хочет. И он станет инфантильным, безразличным, как и все равно, не способным ничем толком сердцем. То есть, и вот это вот регулирование вот этой внутренней силы вожделения, от нее зависит здоровое, святая необщество, направление к цивилизации, куда она вообще пойдет. Вот и все. Вот что говорится в древних книгах. И Раджи, Риши, древние цели, это прекрасно знали. И знали, что вожделение, как температура в середине 36,6, не 42, и не 35, а 36,6. Вот мы должны сейчас выяснить, где же это наше сейчас температура с вами находится на такой шкале, вот лично вот здесь присутствующие. В этом заключается этот главный момент. А, потому что это будет уже такое влияние. И чего мы достигнем, и чего не достигнем. Кем мы станем. Как есть такая картина, я вознесла, увидитесь на распутии, известные три направления. Налево падешь, коня потеряешь, на право падешь, жизнь потеряешь, но достигнет славы, и прямо падешь еще. Вот три разных результата. У нас выбор. Либо идти вот как и паранойя, борьба за существование, обострять ее, конкуренция, побеждать любой ценой, либо бросить все, спуститься на дно, чувственное наслаждение, интоксикация, или просто безозличие какое-то. Либо жить здоровой, нормальной жизнью. Но для этого нужна цель. Разум, разум, это цель жизни. Если нет цели жизни, нет разума. Высокая цель. И чем выше цель жизни, тем сильнее человек становится. Это очень важный момент. Поэтому если мы не выясним с вами, какова же эта цель жизни, которая вдохновляет все наши резервы, мобилизует каждый день, то в принципе ничего мы не сможем вести. То, что мы с вами делаем, делают миллиарды на планете. Ничего особенного. Ну, я беру такое смелость, сейчас такое сказать. В принципе, практически 100% сейчас касается населения, так скажем. Мы с вами вот это, именно как раз население. Что мы как бы хотим что-то сделать серьезно, но не так уж и получается. Что-то получается, в основном, ну, приходится просто всю жизнь выкалывать. Видимо, так, да, как займут. Как мой отец, как мой отец, как мой отец, как мой отец, как все предки делали, как сейчас люди делают. То же самое. и ведические знания, очень важный момент, они обучают человека жить на много уровней высшие, чтобы не стремление к плодам деятельности руководило ими, а сердце. То есть, не деньги, не выгода, а сердце. Чистое сердце. Мужественное, храброе, чистое сердце. Долг и к высшей цели, стремление. И суть в том, что есть биологическая жизнь животного, есть человеческая жизнь исполнения долга, есть божественная жизнь, когда сердце, чистое, То есть, задача заключается поднять человеческий уровень, это в лидерских книгах, уровня животного до уровня человеческого, а человек на божественное. И лидер на этом пути – именно мужчина. Если кто-то первый раз, я объясню психологию мужчины чуть-чуть. Не думайте, что мужчина и женщина – это одно и то же. Это очень-очень непохожая вещь. Здесь будет мужчина, здесь женщина. Это условное обозначение, то есть мы сейчас будем разбирать как бы психологию, внутреннее устройство. И вот два полушария мозга. Одно отличает у того и другого за рациональное мышление, то есть разум, а другая за эмоциональное, или чувство. Это есть у каждого человека. Еще раз. Разум и чувство. Вкратце я объясню, какая между ними разница. Между умом и разумом. Ум – это эмоциональная составляющая, разум – рациональная составляющая. Ум связан с чувствами, с органами восприятия. Здесь зрение, воняние, сиздание, вкус, слух. И ум управляет этими чувствами. Он получает эту информацию. И его задача – выбирать только приятные ощущения. А неприятные – отвергать. Знаете, вот это – хочу, не хочу. Чувствовали, да? Вот нравится – хочу – все, мое. Беру. Не нравится – не надо. Ненавижу – не хочу. Резкое такое. Принятие – отвержение. Принятие – это ум. Красивая женщина, естественно, нравится. Не мою вкусу. Прокажи мне. Так не стыду. То есть поверхностно можно определить, что для меня приятно, что неприятно. Пища. Одежда. Не знаю, это архитектура. Все, что бебет. Эти выбирают только при помощи чувств и ума. Но разум, рациональное значение смотришь с другой точки зрения. Поскольку он не связан прямо с чувствами, а связан с умом, он выше. Он рассматривает с точки зрения пользы и вреда. Алкоголь дает приятное чувство опьянения. И разум принимает с чувствами. Опьянение принимает. Хорошо же. Ну, как чувство. Хорошо. Разум говорит – подожди, будь осторожен. Можно спать алкоголиком. Это вот видите, функция разума. Тоже касается наркотиков или каких-то излишек, скажем. Я вот хочу вкусной пищи, я хочу съесть, скажем. Много, очень много. Разум говорит – подожди, много не надо. Есть проблема, если будешь переедать, другая проблема есть. Отпечником, еще что-то там. Здоровью, еще и подобное. Вот это разум. Вот поэтому сейчас в красоту говорим. Вот есть разум, есть. И два полушария, вот они работают. Видели людей таких лириков. Видели таких вот сухих логиков. Вот разные. Ну, в принципе, так. Мужчина, берем ее в возможности различать разумом и чувства чувствами за единицу. У женщины будет 9 единиц. То есть любая женщина сильнее. Мужчина. Она имеет полную власть над ним. Не знали об этом? Англ вспомните. Как бегали за девчонками, как влюблялись и все. И вы не знали, как будет дальше. То есть женщина, ее форма, ее характер, ее природа, они имеют власть. Потому что у нее 9 внутренних единиц. Как бы это вдохновляющая сила для мужчины. В одной только ее походке, вот просто в ее природе уже есть все привлекательное для мужчины. В одной только внешности. Не говоря о том, когда мужчина уже говорит, а об обнаженной женщине. Это шок может получить. Удар по нервам, говорит. Я не очень могу чувствовать. Это используют рекламы, когда хотят продать какую-то вещь. Какие-то красоты сидят на капоте, машины новые, допустим. Всегда это связано. И человек будет смотреть. Все, что в руках красивой женщины, кажется значительным. Становится чем-то важным. Понимаете? В глаза мужчины. Я вас влюбил, любовь еще подможет. Моя душа угроза не совсем. И он там представляет какую-то богиню там в небесах. Это влюбленность. То есть женщина внушает такие мысли возвышенные мужчине 9 единицами. Но эти 9 единиц выражены во внешности, как мы говорим, в ее обводке, в ее поведении, в ее одеждах. Как она себя показывает тоже. Мужчина так себе не показывает. Не видно, что мужчина ходил там с аппертетом, вот таким образом. Это уже мужчина странно, аномальный какой-то. Это же не мужчина, правда? А для женщины это нормально, это естественно. И 9 единиц это в целом, потому что там есть разные характеристики. Например, женщина в 4 раза сильнее чувствует голод, чем мужчина. Не в 9 раз, а в 4 раза. Также есть другие сравнительные вещи. Но если усреднить, то примерно в 9 раз у нее желание сильнее, чем мужчина. Глубже ее разум и чувства. Глубже. В этом плане она сильнее, но и слабее. Знаете почему? Зависимее в 9 раз это обстоятельство. Она переживается глубже во многом раз. И она в этом плане слабее. То есть на нее больше влияния оказывают обстоятельства. События какие-то, отношения. Если вы говорите слово любовь, то для мужчины любовь это вот 1 единица, а для женщины 9 единиц. Если вы говорите разрыв отношений, то для женщины и для мужчины по-разному это переживает. Теперь понимаете, да? Почему? Почему целомутрие женщины очень важно? Потому что если она хоть раз в жизни кому-то сердце отдала, мужчине, то второй раз уже сделать это так же не сможет. То есть она глубже устроена этому. Женщины берегут и вливают их зло мудрие. Больше, чем мужчины. Мужчина в этом плане более защищен. Он менее чувствительный, но более защищен на обстоятельстве. По всякому поводу женщина плачет. Мужчина не будет плакать по всякому поводу. Он защищен больше. При этом их разум и эмоции работают тоже по-разному. В разном режиме. Например, у мужчины что-то одно. Либо разум, либо чувство. Если включается разум, принимать решение нужно ему. Он сейчас размышляет, анализирует что-то, принять решение. Чувства как бы устраняются и не мешают ему. Для женщины это такой, знаете, судья. Она даже боится его в таком настроении. Жесткий такой судья, принимающий решение. Все, чувств как бы нет. С другой стороны, если чувства пробуждаются, разум устраняется. То есть перед нами придурок. Буквально придурок. Странное поведение, болтается к юрду, за каждой рукой бегает. Не знаю, как так. Напевается иногда. То есть похотливый такой мужик. Который просто от чувства себя уважает. Просто как придурок. Как, как говорится в детах, джабда придурок. Это не мужчина. Вот такая странная психология. Как, скажем, из опыта военных действий. Мужчина под пулей идет. Ничего не боится. Героя. Ранение получил. Вот, пожалуйста. Пример. Прям под пулями. И там, так сказать, в госпиталь попадает. Там медсестра берет, шприц достает, и он боится. Почему? Вот вам пример. Когда эмоции были отключены, он герой. Когда раз он включился, он боится. И он не может. Поэтому любой мужчина может быть как предателем, так и герой. Это уже психология до носки. Один и лучший человек. Случай с Леонардо да Винчи. Не с ним конкретно, но и историю его жизни. Вы знаете, это известный великий генеральный художник итальянский. Джакон для весь мир. Знаете? Выставленная эта картина. Он искал прототип Иисуса Христа для своей Тайной Вечерии. То, что он писал. Тайной Вечерии. Известная уже работа. Резкая. И трудная была задача. Нужно было найти относительно молодого человека, 33 года. В течение полутора лет он искал прототип. Долго. И однажды в одном храме заметил в хоре юношей вот такого человека. Красивый. И вот выглядел очень внушительно и умудренно. Он пригласил мастера скулы и сделал с него его, как он был. портрет для Христа. Все. Считал, что работа будет закончена. Но когда приступил к апостолам и понял, что прототип, образ Иуды сложнее, чем образ Иисуса. Иуды. Потому что нужно изобразить одного из апостолов. Однако в нем живет Иуда. Очень двойственный, лично сложный прототип. На два года искал, не мог найти. И уже не знал, что делать. Заказчики давили на него. И однажды Леонардос шел по дороге. И на обочине он увидел пьяного, молодого человека. Мертвецкий. Посмотрел. Такой лип достаточно чистый. Уже осквернен вот каким-то пороком. Одновременно сочетается то, что он искал. Он позвал своих помощников вслухов. Принесите мне этого мертвецкого человека в мастерскую. Его усадили там. Он с него сделал рисунок, образ Иуды. И пока он его изображал, этот человек очнулся. От пьяного угара. И сказал, я здесь был. Два года назад. Вон мой портрет. Нарисовал хороший. Это была одна и та же личность. Одна и та же личность. Как это в жизни бывает? Я знал пример одного человека, который в сельстве Иудина был очень высоко продвинут в социальном смысле слова. А после крушения Советского Союза он стал Богом. Он не перенес крушение. Вот вам разум, и вот вам чувство. Вот что происходит. То есть отцу уму тюрьмы, говорится, не зарекаясь, а ты, может, вот сейчас там, а потом вот неизвестно, ты окажешься где. Как ты сможешь управлять разумом и чувством? Не привязывайся. Вот если ты мужчина, должен научиться еще до того, как ты вступишь в деятельность и в брак войдешь, должен научиться управлять эмоциями чувствами и разумом. Наши святому не учат. Нет такой школы, ни средней, ни высшей, ни специальной школы. Поэтому здесь в институте мы об этом говорим, конечно же. Издаем литературу в этом плане. У нас есть практика специальная. Что же, как же создать этот разум могущественный? Сильный разум. Потому что это воля человека, его решимость, это как раз важная энергия для достижения любых целей. А сейчас мы привыкли что? Какие-то искать формулы, какие-то подсказки. Как сделать, чтобы были деньги эти, допустим. Это «Черная магия» называется. В «Черной магии» есть такие разделы. Как выиграть большие деньги? Я вам сейчас скажу, как они выиграли. Нужно сесть за стол игральный, и вниз взять скатерть, и потянуть и сказать, все ко мне, все мое. Вот так вот. Путь и выиграть. Но нужно специально еще работать над этим, что это не просто так. Это «Черная магия» называется. А «Жизнь и путь» он другой совсем. «Черная магия» не поможет нам достичь высочайшего уровня. А лишь вот что-то внешнее. Вот мы сейчас готовы на все, лишь бы только получить какой-то материальный результат. Вот сейчас для чего скатились мужчины. А это лидеры общества. Духовные и во всех отношениях люди тоже. Потому что у них разум освобожденный может быть. Это самая сильная как бы часть его стороны. Это его делают мужчины. Если разума нет, это уже не мужчина. Так вот женщина. Женщина, у нее разум и эмоции работают синхронно. Вот так вот, одновременно… Такая вибрирующая вот… Режим. Представьте ее. Попробуйте так. Можете так? Невозможно. Для мужчины невозможно чувство разум и одновременно. Знаете? Это беспокойство. Она постоянно волнуется, беспокоится. Понимаете? И при этом она все понимает в девять раз лучше. Она понимает, что он-то дурак вообще-то в этом материальном плане. Он ничего не понимает, вот он может на решение какое-то добиться чего-то, а вот все это организовать внутри, она мастер. Она во много раз превосходит эти вещи, поэтому мужчина строит стены, а женщина уже отношения внутри все эти организует. Главную материальную составляющую делает женщина, хозяйка, вот я имею в виду материальную женщину, говорится. Мужчина нервный, мужчина приносит деньги ей, 10 тысяч долларов, говорит, вот деньги ей, заработал. А что, неплохо, 10 тысяч долларов, кажется? Нормальные деньги. Но как смотрит женщина, ее 9 единиц, как только она видит эту сумму, у нее же в разуме появляется все, что необходимо купить на эти деньги, сразу вырастает ее желание. И она смотрит, говорит, денег нет. Что, разве тут деньги? Я тебе принес деньги. Да что это, какие тут деньги вообще-то? Сколько вы не принесли женщине, никогда вы не удовлетворите эти деньги. Это написано древненько, древненько. Сказка, залтеры, ты уже читали. В школе же проходили. Жил, стоит со своей старухой, самой синей, и начинается сказка. Теперь ты тут, друженька, довольна, да ты что, два? Один дырка, довольный, еще хуже. И чем больше, тем хуже. Как он говорит, вот это вот масло, мужчина, масло. А вот это огонь. И вот чем больше вы масла подливаете в огонь, тем больше огонь, тем больше потребностей в руках. Поэтому может разум мужчины контролировать, регулировать это все. Не безгранично, потому что и вы погибнете так, и семья ваша погибнет. Сказать, вы безграничны будете раздувать материальные желания. Это дети ваши унаследуют. И конец вашей династии будет. Они сдупотребляют всеми вашими деньгами, вашим наследствием. Они станут кем угодно вообще. Деньги разручают человеку. Как? Вместе с женщиной. Мы сказали, деньги с женщиной вместе. Сами способы деньги не опасно, потому что там женщина появляется, когда деньги. Вот тут-то тоже опасно. Поэтому есть другая притча, козел и коза. Козел понимаете кто, а коза это женщина. В этой притче. И коза вдохновляет своей формой, своей фигурой, рогами изящными и так далее. А он значит готов работать, когда сможет. И она говорит, вот видишь там, принеси, пожалуйста. И он, ты-ты-ты-ты-ты-ты. И он, значит, любит все хорошо. А теперь это сделаем. А теперь он ищет там на ответственной скале, красивый цветок, принеси, пожалуйста. И тут козел начинает понимать, у нее разум есть, что там кости не соберешься. Он мне сказал, дорогая, ну вот я делаю такое опасное. Ну ты же меня любишь. И тогда вот в этот случай у этого козла есть рога. И он ее припирает к стенке рогами в этом случае. И она говорит, да я просто пошутил, мне не нужно ходить отсюда. Вот так устроена женщина. То есть, женщина, если всем довольна, значит, рядом мужчины нет. И она будет чуть-чуть недовольна. Потому что мужчина может чуть-чуть ее ограничивать, контролировать ее потребности. Немножко, как говорится. При этом, должен давать столько внимания, чтобы она защищена его вниманием именно больше. Не исполнением желания, а вниманием. Это важный момент. Потому что, когда, говорится, огонь и масло бесконтрольно соединяются, пожар будет. Вот сейчас то, что мы видим, культура, она идет именно в этом направлении. Сейчас мужчины искусственно, искусственно, они все возбуждены сексуально. Больше, чем в нашу бытность, когда было вне водительных реклам, был косметичный образ жизни, была какая-то мораль коммунистическая того времени, она касалась текущей. Ну, у нас так воспитывается. Вот с этой стороны, могу сказать, разница гигантская. То есть, сейчас культура стала сексуальной. Уже юноши, сразу попадая на эту удочку, мы видим, они... Характер меняется, у них тоже не мужской характер. Они хотят деньги, деньги. Зачем? А там, за деньгами. Женщина какая-то исполняется. За любым страстным проявлением мужчины, какая-то вдохновляющая женщина. И сейчас поговорим об этом. И вот, когда у женщины это вибируется одновременно, она все как бы чувствует, понимает, решение принять не может. Есть разум, и чувства мешают принять решение. Например, сына наказать, она строго не может. Она понимает, что надо наказать, но она орет к отцу и говорит, слушай, вот так, и так, и так. И когда он наказывает его, он чувства отключает, и она в страшной форме, убьет эту девушку. То есть она его пытается как-то снявчить потом еще. Он говорит, тухо, делай сюда, сейчас я сам разберусь. Я мужчина вообще. Вот, кстати, мужчина, женщина. Поэтому она идет и говорит, дорогой, ну что будем делать, так или так, так или так, для него это беспокойство. Поэтому он применяет такую решимость, силу, будем делать так, все, получается. Ну, в таком духе он действует. Может сказать, живет. Все, принимаю решение. И она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она постоянно будет вот так следить. Но он принимает решение, делает, и ошибается, например. Она говорит, а я теперь говорила, говорила, говорила. Или не ошибается, я теперь тоже говорю. все, она защищена, защищена мужчина он принимает решение за все, отвечает он все платы ей достаются, все ошибки ему все, 9 единиц защищены, все хорошо а у него нет проблем, единицы, знаете ошибся, ну и что? делай по-другому, какая-нибудь мужчина простой мужчина без женщины говорит, что он ножен под деревом написано в этом на кочке проживет но если женщина появилась, то на этой кочке появится много чего и он это все будет делать, и она будет заказывать вот эта сила женщины внутренняя, физически она слабее это еще, кстати, не совсем правда, что она физически слабее знаете об этом, что Юлью это говорил? физически они равны силой, мужчина и женщина но ее вся сила в матке для рождения детей, мужчина не способен родить ребенка у него сила в мускулах, вот внешне а у женщины есть физическая сила, и собственно они равны по силе но по внутренним составляющим женщина намного превосходит мужчину то есть поймите, что сейчас, о чем мы говорим мы находимся под контролем женщины сейчас в данный момент времени вот хотите вы или этого не хотите что вы там думаете, не знаю но факт таков как я это могу утверждать, так вот не знаю никого толком да, по своему мнению безусловно и по эмоциональной составляющей, которую сейчас вы проявляете потому как вы слушаете, как всегда, и люди также могут понимать такие вещи но это с опытом, как сказать что сейчас еще мы под контролем женщины под питой, в основном поэтому, как бы у нас нет как бы вот, редко встречается мужчина с личным желанием какого-то осмысления жизни вот пока женщина вот-то толкнет какая-то там разбудит, там, про здоровье, там, про ребенка про благополучие, там, про цель жизни пойди туда, пойди сюда, послушай, то, сделай это как с ребенком с ним возиться потому что, когда в те времена вот мы начинали эти знания получать мужчины были другие они живой текстуально снимали, они читали очень сложные книги, понимаете например, Бхагава Дхитва, люди читают при новости буквально читать, понимаете сейчас, в связи с кем-то раздаваясь на эту тему практически даже и полминуты человек не будет слушать то, что не пойдет уже дальше вообще сейчас какая-то его, да, ничего не будет не может никто точить потому что сейчас интернет сейчас и то и другое везде, внимание отвлекается киношки всякие, не знаю там, игры дети, деньги, семья сейчас все ковардаково в плане, в плане ума настроения хаоса сейчас у меня поэтому сейчас я скажу, подумайте хотя бы 5 минут на какую-то одну тему, не отвлекаясь с никуда я даже секунды не могу три секунды считать на чем-то одном глубоко и вот задача именно углубиться в свой разум достичь его реализовать его использовать этот разум у нас с вами резервы огромные, понимаете мы за всю жизнь можем использовать даже несколько процентов как говорят психологи человек использует примерно 10 процентов своих возможностей внутренних ну на самом деле меньше честно говоря смотря с чем все измеряют если в нашем случае все измеряют меньше, еще меньше у нас реализации и ну у мужчины получается три характеристики которые делают его именно великим человеком три вещи это его знание цели разум все доточен на цели цели жизни то есть понимаете он не забывает в течение всей жизни это не просто можно помнить цель пока мы скажем учимся это легко не работаем еще просто учимся и вот там нам дают какие-то высшие материи я очень хорошо могу усваивать когда мы учимся нет семьи нет еще денег и мы очень хорошие ученики да особенно если мальчиков и девочек разделить на разные группы потрясающий результат я давал некоторые семинары в военных училищах это совсем по-другому когда вот смешанные студенты сидят с девочками с мальчиками очень сложная ситуация крайне они не могут слушать мальчишек когда рядом девчонки тем более у них какие-то отношения там это все у них бравада какая-то какие-то словечки начинаются и вот военное училище супер или тюрьма допустим супер на самом деле вот это смешение это серьезная проблема сейчас поэтому мы говорим вот сейчас все мужчины собрались вот это хорошо нет ни одной женщины практически так и в период не послушать не будет то есть атмосфера сразу меняется безусловно и цель жизни вот в мужской команде мы можем как раз утвердиться там быстро поэтому начинается жизнь мужчины с брахмачари ашрама это вот ведо говорится что это такое безбрачие когда он живет именно с как ученик не имеет ни семьи не общаясь с противовожным полом и обучается вот это вот называется брахмачари ашрам безбрачие там целебат ну понятно юноша или ребенок ему легко это делать а потом когда он уже обучился вот контролировать ум и чувства вот вступает в брах только после этого только после этого иначе как мы говорим масло и огонь когда соединятся и вы не сможете управлять этим это дом или печь а с ним подготовки сейчас мы уже имеем такой горький опыт многие итак цель которую нужно помнить всю жизнь неважно женился развелся бывает заработал деньги потерял деньги неважно нужно помнить куда мы идем нас нужны сговорясь плохо волны этого материального бытия так сказать вот эта сила внутренняя цель это вот первое что делает человека великим цель воздушная цель второе это смелость бесстрашие потому что достичь этой цели нужна решимость непосредственно самые крутые люди в 90-х годах могли хорошо воровать деньги отбирать других и прочих в результате но эти крутые люди слабые в том чтобы отдавать знаете они очень слабые очень грустливы в плане отдачи они очень боятся что-то отдать бескорыстно кстати когда мы вообще передавали эти знания в 90-х годах одна мафия присоединилась в России не скажу я сейчас точно ну в одном месте они ходили на наши лекции так случилось что глава этой мафии слушали несколько лекций потом мы с ним познакомились я не знал кто он долгое время потом открылись они делали любые вещи там и люди которые делали любые заказы это попробуйте и вот однажды меня привезли в этот город из другого города на машине чтобы я тоже там дал лекцию для аудитории какой-нибудь я еще не все тогда понимал что это за любитков что 90-й год хаоса это было знаете такое у нас были свои дела у нас была своя йога так сказать свои цели и я смотрю какие-то странные странные люди и странно вообще что они слушают таки люди обычно не слушали такие вещи но там о духовности о чистоте какой-то о разуме о цепи жизни у них все было ясно на почте и женщине все было вот и уже к концу лекции или к середине заходят ведь человек не входит знаете ни по ширине ни по высоте кличкой главного гладиатора огромный такой значок и не просто огромный но и у него глаза такие холодные ледяные по взгляду можно понять что человек может делать любые вещи он так спокойно прошел через аудиторию передо мной сел и как бы закрыл полу аудиторию с собой и так вот не бегая на меня так на эти холодные смотрел в упор просто когда я говорю и потом после лекции зашел сразу ко мне и сказал а можно поговорить на эти нет ну чем вы тренировать можно прямо при руком разговариваться вот и он сказал но если все что вы говорите правда я думаю что ж он сказал сейчас убить что ли хочет что-то еще ну не много такая энергия сумасшедшая он говорит то это страшно я говорю а законе кармам просто что посеешь что проснешься все постуки есть ответственность но просто открывал закон кармы объяснял как этого проговорить в других местах то есть подробно и он поверил в это пока слушал значит раз он говорит страшно и все так как вы говорите то это страшно что делать как освободиться очиститься от людей всех вещей мне делают заказы я делаю любые заказы я уже сделал немало заказов что мне скажешь я хочу освободиться от этой кармы а глаза прямо знаете просто бесчувственные как вот какого-то животного действительно все равно что человек вот взгляну чувствуется деятельность такая я говорю ну что я могу посмотреть что я делаю давай мантры мантры медитацию давай принципы он говорит все конкретно сколько что есть что ну полтора часа два в день повторяю думаю сейчас ну что как ну как два часа мантры и четыре принципа больше скажут нет это слишком а можно больше видимо настолько беспокоен а можно больше но еще лучше он ушел после этого я не знал потом он ушел закрылся в квартире на неделю телефоны он отключил запасы продуктами и с утра до ночи повторял эту мантру и ел очень эстетично на себя скресту принял как бы хотел очистить человека через неделю я его увидел взгляд был сконстилен представьте себе уже через неделю у него был энтузиат он говорит а можно я начну это знание распространять среди своих можно мне это делать ну конечно еще лучше и вообще супер иди давай рассказывай позже через день пришло расстроено то нельзя я говорю не понимаю другом одни идиоты одни идиоты никто не понимает я так не знал что сказать и он так кулак вот так сжимает с мою голову и говорит а можно я по стоям буду провалить я говорю ну вместо время свидетельства ну вернулся позже через несколько дней говорит все нормально понимают все могут понять оказывается любой человек может понять просто не хочет за то что мне сказали это вот эпизод маленький истории мафиозные как бы опытом мафиозного и потом было там больше событий еще практически не все погибли эти люди в терминальных войнах в России около миллиона человек ну что ж это преимущество ну что они гонялись просто за деньгами женщин вот и все две цели это хираня это основа демонической культуры но в это говорится что деньги и женщин нужно занимать в служении высшей цели то есть женщина может помочь нам достичь высшей цели деньги тоже могут помочь высшей цели вот в этом есть смысл но когда мы это делаем ради денег и ради женщин ну как знаете в метро в Петербурге какую-то фразу там написали деньги хороший слуга но плохой хозяин хозяин очень плохой а слуга очень хороший и вот тут нужно как бы владельцу потому что когда мы получаем большие деньги знаете это будет для нас опасно для большинства ведь мы же можем не проконтолировать чувства не совладать чувства власть можем получить то же самое вроде бы хороший деньги большие получил испортился или власть получил испортился где дружба где отношения все по боку это демоническая культура такова она пренебрегает отношениями ради вот материальных платов смелость и третье качество это щедрость это мужское качество сейчас я буду объяснять почему это мужские качества почему не женские качества если человек жадный он никогда не станет великим если он трус никогда не станет великим если он начинает цель смысл жизни никогда не станет великим то есть схема-то простая смотрите всего три вещи нужно освоить всего три непростая как кажется влияние денег и женщин большое на мужчину зачем арджуна-бага спрашивает кришна а расскажи мне что это за сила внутри человека которая толкает его на грех помимо его воли это божественная сила какая-то на грех толкает наши семьи меняют на энергии что это ответ это вожделение артур помимо воли человека она он не хочет это вы будете такая сильная она его обманывает отлично и там вещь идет как же это вожделение победить если человек победил вожделение все он совершен это единственная капиталь насколько он может контролировать вожделение ум человека возбуждается когда он видит деньги золото и женщины это мужчина так вот наша задача сделать так чтобы ум оставался равновешенным вот тогда перед нами открывается совершенно новая жизнь новая жизнь великие вещи могут достигать причем спокойно без набережения борьбы это рафа называется сливки всплывают сами никакой борьбы где там кто льва поставил на царство ему лису скажите почему такую должность почему что вообще есть какие то есть доверения природа природа она утвердила это мы говорим давайте пробудем более сильную природу внутреннюю и она сама все сделает не так что нужно прям ослиный труд чтобы чего-то достичь обманывать конкурировать чтобы чего-то достичь скрывать свои догоды чтобы не платить налоги чтобы чего-то достичь не нужно этого делать это не тот путь вот указано нужно знать цель нужно быть бесстрашным и нужно быть щедрой все приходит само по себе но это не означает что все будут одинаково богатыми нет 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 если вы так подумали вы неправильно поняли я вам скажу сейчас правду честную правду по-мужски что большинство из нас никогда богатыми не будут даже когда достигнут совершенства потому что не в этом совершенстве это искусственное желание наверенное временем престижам что каждый будет богатым и со всеми нужно каждый человек будет богатым разве в этом как бы смысл жизни смысл обрести внутреннее счастье внутреннюю силу а вот как это будет реализовываться это уже наша природа сделает главная как задача стать счастливым человеком в полном смысле потому что именно счастье мы должны передать по наследству нашим потомкам не только не только недвижимости именно разум и счастье и вот это главное достоинство что такое что мы купим деньги гораздо теряем знания теряем цель жизни теряем жадость появляется вожделение гнев мы постоянно раздражены дома то на детей то на жену чувство не контролирует пытаемся показать что я хозяин а на самом деле понимаем что я не тяну на хозяина никак вообще ни на какого неприятное чувство возникает удовлетворение а женщина выступает в других ролях совсем то есть сейчас я объясню почему у мужчин именно эти три качества у женщин другие если хотите коротко опишу у нас не женская тема сегодня жена первая ее роль жена которая будет разум поддерживать знаете разницу между женой и женщиной жена разум поддерживает потому что женщины чувства возбуждают поэтому жена хорошо женщина плохо для мужчин то есть женщина для мужчины дверь вапливается жена дверь спасения то есть жена она сразу связана больше а женщина чувства поэтому когда есть жена вы понимаете уже чувства могут уходить а вот любовница очень сильное чувство и тут человек думает вот она меня любит у меня жена вот она только говорит где деньги где то где работа или что то давай 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 да это материстичное отношение заканчивается всегда так всегда другая женщина то есть но мы говорим сейчас о том что если женщина пять ролей имеет мужчина никуда не уйдет от нее невозможно вторая роль это мать которая может позаботиться когда мужчина слаб болен допустим и поднять ее какую-то неудачу и она она способна заботиться как мать третья роль сестра когда мужчина недостаточно оказывает внимание женщине по своей забывчивости не всегда угодитворять ее запросы как она того хотела бы она как сестра будет довольно любым вниманием принимает роль сестры четвертая роль дочь это когда мужчина в гневе это опасная ситуация для жены для женщины когда гнев охватывает мужчину разум может уйти может даже убить жену написано это я сам это видел когда давал лекции в тюрьмах пошли срока ко мне приходили поговорить это убийцы были своей женой именно в гневе это происходило в нижнем каком потом они сожалели каялись но аффект был гнев и тут она как дочь становится послушной и нейтрализует этот гнев и пятая роль это роль любовницы любовница то есть привлекательная то есть смотрите жена для мужчины в пять пяти ролях это все для исполнения его желаний все есть в одном если она владеет пятью ролями сейчас она как мы говорим культура такова что вот это вот составляющая материнская сестеринская дочерния ослабли из-за сексуальной культуры и вот мы сейчас имеем две главные роли у женщины это что жена которая требует что-то денег и прочее и секс ее интересует веды говорят это узаконена проституция это не враг вот если вы попали в такую ситуацию печальная картина будет ваша женщина серьезно потому что для мужчины жена это очень важно две вещи важны для него главное это духовный учитель и хорошая жена и живы если нет ни того ни другого не нужно рассчитывать вообще ни на что в жизни не будет как бы счастья то есть нужно чтобы жена была вот которая знает эти пять ролей этому обучаются это невозможно просто где-то найти так же как никто не может просто по улице взять найти и стать скажем доктором наук которые обучаются это не просто случайно где-то как-то проявляется или не проявляется то есть так же как для мужчины есть школа вот эта и для женщины есть школа вот эта почему разные школы давайте обсудим немножко это опять же касается сексуальной энергии то что есть у мужчины у женщины нет это слой семьи у женщины она отсутствует то есть семя получает от мужчины чтобы родить ребенка это самая энергетичная субстанция самая мощная энергия что имеет мужчина не кровь кровь считается самой носителем жизненной силы но все насильные вещи чтобы произвести каплю семени нужно стакан крови вот такой расход представьте во сколько в сотни-сотни раз превосход и семя нужно беречь говорится потому что это именно именно разум мужчины вот отсюда его сила разума его решимость и все вот эти качества цель смелость и щедрость посмотрите на детей которые еще не знают сексуальных отношений они эти качества имеют уже очевидно они спрашивают в смысле цели жизни всегда такие подростки им всегда это интересно что у них нерастраченное семя разум острый они смелы в своих играх настолько смелы что вдруг забоятся за них что они творят иногда скрываясь от взрослых они специально прячутся потому что творят невероятные вещи вообще и они щедрые они всегда между собой делятся и все как бы такое общее вот в такой команде но когда они уже женятся вот это все меняется у каждого своя цель немножко они становятся осторожными трусоватыми и прижимистыми ради своей семьи ради своей семьи работаете с вами и если человек чрезмерно занимается сексом мужчина означает он пьет собственную кровь вот тут слабеют вот эти качества ему не до цели жизни уже что ты знаешь когда дети спрашивают а ну что там какой смысл жизни на работу пойдешь все зима нормально все никто не знает что это а потом еще забудешь про это на работу женишь на работу пойдешь и все и конец все вот так такой ответ нам получается никакого ответа не дают нам взрослые взрослые уже не знают потому что они потеряли потеряли а ведь это было дано и нам тоже когда-то с вами когда нам было 16 лет 15 лет мы тоже спрашивали интересовались большой силой и хотели получить ответ но не получили этот ответ от образа жизни зависит на сколько сможем осознать зачем мы здесь и кто мы такие вообще неужели мы родились что просто вот заработать деньги и умереть на старости заработать деньги а потом лечиться на эти деньги и все спрашивать то есть смысл в чем так если по-мужски рассудить мы потеряли сейчас связано с жизнью женщины жена семья дети и все по рукам и ногам а ведь говорится что мужчина это не его природа семья конечно это тоже его природа но не совсем не то что имеется в виду он его природа свобода мужчина это свобода даже когда он в семье он думает о свободе вот что ему цель а женщина как раз на народ она вот когда зависим от мужа она счастлива все по защите муж есть он скажет что надо что не надо он там отругает или там защитит там так же как вот дети тоже всегда по защите это дети они счастливы хотя их ругают чего-то не позволяют но это хорошо для них а мужчина он мечтает о свободе и в этом он свободен на самом деле знаете что написано про мужчину он может идти куда угодно когда угодно и возвращаться когда пожелает семейный человек знаете когда когда он чист он свободен когда ум не чист он теряет свободу жена его контролирует дети его контролируют куда пошел где был не доверяют ревнует и вот эта проблема у мужчины он теряет лебединые крылья свои подрезает становится таким мрачноватым чуть-чуть озабоченным ему не до абсолютно истины совершенно безрадостности вроде посмотрите есть семья есть работа есть деньги счастье должно быть но безрадостности становится особенно от пищи которую есть пока жена кормит он сто раз раздражается золото странная какая-то ситуация а знаете почему вожделение как огонь имеет дым что такое раздражение не удовлетворенность пока мы на вожделении строим свои отношения в семье и в мире всегда будет сопровождаться раздражение удовлетворенность гнев драки конкуренция войны вот в чем причина войны не белый дом укреплен а вожделение и об этом сейчас не знают современные правители а в прошлом знали это должны каждый мужчина на что он придется это царь это муж это отец они должны знать что он иначе если вы становитесь отцом или мужем или правителем не знаете о науке вы завершаете грех вы зря это делаете это пользу не принесет ни вам никому вот такие суровые законы что как бы если мы получаем тело мужчины от рождения на нас возлагается большая ответственность это кстати говоря хорошее рождение это выше чуть-чуть чем родится женщина от мужчины требуется интеллект выше энергия это сознание выше потому что он в виде общества должен быть вот такие вещи вот такое различие итак различие семени энергии у мужчины решимости когда он может контролировать и регулировать сексуальную свою жизнь я скажу что написано вето по этому поводу как он должен регулировать сексуальную жизнь раз в месяц в семье строго говоря раз в месяц с женой отмечать отношения я не знаю насколько сейчас приемлема эта цифра в современном мире я следую более строгой запросить могу говорить поэтому каждый сам решает как он начнет регулировать сексуально но вы увидите результат будет положено именно вот в этих разумных ограничениях вот с этого нужно начать кажется как это возможно раз в месяц возможно потому что трансформация происходит если вы направляете свой разум вверх и ум вверх происходит трансформация и пробуждаете те энергии которые у вас спали и вы говорите возможно 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 не принимать интоксикации возможно не есть мясо возможно не заниматься незаконным сердцем все это возможно если пробуждается внутренняя сила потому что она дает более глубокое удовлетворение человеку вот эту удовлетворение он должен распространять в своей деятельности в отношениях то есть мужчина должен быть удовлетворенным внутри себя сейчас не достигают при помощи стакана водки стакана водки хлоп и доволен сам себе и море подолен очень хорошо но он должен быть опьянен по-другому более высокой как бы гуной это низшая гуна низшее качество то есть естественно опьянение это естественно наша склонность к опьянению он должен быть чистым в ведах называется что это состояние самадхи в вышном смысле называется великое опьянение но человек получает великие знания опьянен именно трансцендентным знанием качественным то есть наша природа сама по себе уже опьяняющая если она чиста если же она не чиста она не приносит нам счастье наша же природа вот как больной человек ну что приносит им счастье это все плохо еда плохо гости плохо гулять не хочу читать плохо все плохо болезнь причина но болезнь не будет окажется все это хорошо смотрите и гулять хорошо и читать хорошо и общаться с друзьями, и всё хорошо оказывается. То есть наша природа именно такова, что она счастлива по своей природе. Но теперь мы теряем это счастье, и, знаете, мы можем потерять его ещё больше. Ещё больше, если пойдём неправильно путём. Вплоть до того, что жизнь не захотим. Много таких примеров, когда человек вообще не хочет, чтобы всё опускается. Поэтому, конечно, здесь нужна наука. Как управлять чувствами, как управлять разумом и куда направить эту энергию. Следующий момент, исходящий из этой природы. Описание абсолютно истинное. Это то, с чего нужно начать. Нужно вернуться сейчас в свои 16, 17, 18 лет. Успокоиться просто. Помедитировать, что нет работы, нет семьи, нет денег, ничего нет. Всё нормально. Ничего нет. Я в свободе. И что же такое жизнь? Как не вступить в неё? И если в этом человеку истины. Каждый мужчина, если немножко задуматься, можно устроиться на это. Это очень важно. И вот тут, когда мы устроимся в зла, читая книги об этой теме, думаю, всё прекрасно будет. Прекрасно. Нужно просто немножко сосредоточиться, немножко успокоиться. Хочу полчаса в день спокойно посидеть, не думая о чём. Куда нужно, куда не нужно, кто рядом, что там и все эти тряски. Каждое утро нужно спокойно размышлять в абсолютной истине, а потом идти на работу. Вот тогда какой-то будет толк. А вечером нужно хорошо пройти время вообще с близкими людьми. Вот утро для Бога, день для работы, вечер для общения. Вот так регулируется жизнь. И если с женой у нас будет также отношения регулируемые, вернётся юношеская, платоническая любовь. Вернётся, понимаете? Не важно, сколько нам лет. Вернутся более чистые чувства, да, да, да. Это хорошо. Секс означает, что мы друг друга используем просто, эксплуатируем. В итоге так получается. И когда взаимное есть согласие, это эксплуатация, называется любовью. А когда кто-то уже перестанет привлекать, не хотим больше этого человека, которые исчерпали свои сексуальные возможности. Но если регулировать секс, тогда мы сможем увидеть за этой кожей, за этой внешностью противоположного пола, внутреннюю энергию, духовную энергию. Разводов на этом уровне не существует. Любовница здесь уже не нужна. Менять партнёра, в принципе, не нужно никогда. Если мы хорошо знаем друг друга. С этой точки зрения. Если мы знаем только как тело, только успевайте менять тело. Они же стареются, они приходятся менять. Но если мы начинаем понимать друг друга глубже, нет необходимости. Мать никто не выглядит из дома, хотя она старая и некрасивая, потому что там уже другая любовь. Видите? Другая энергия связывающая. Ведь она же жертвовала своей жизнью, на веревку жертву совершила. Осознавая это, вы цените её в любом возрасте. Как свою мать, как святой что-то. Так же и жена может быть и как мать, и как дочь, и как сестра. Не только как любовница, и та, которая хочет быть. Ведь от нашего позиции тоже зависит, как женщина пробьёт себя. Это другой секрет. Женщина станет любой, как вы хотите, и весь мужчина, который она любит. Она под него подстреливается. Что делает современная женщина? Станет такими смелыми и мотивированными. Она нравится мужчинам современный. Очень правда. Но если нам сегодня нравится другая женщина, то будет другая женщина. Или станет такой, как вы хотите. Вот это хорошо. Для семьи это хорошо. Для вот этих традиций хорошо. Для достижения цели. Потому что один человек не сможет достичь никогда полного совершенства в материальном смысле слова. А один в поле не воин. Тут нужна династия, нужна традиция, нужны семейные усилия. Совместные усилия. Если вы достигаете чего-то, ваши дети не поддерживают чем-то другим, всё разрывается на части, вся семья распадается. То, что вы делаете, никому не нужно, выясняется. Как Соломон, царь Соломон. Сделали великую вещь, а дети не оценили. Даже не поняли, что он сделал. И он сказал, что суета судьи. Глубер, разочарованный. Даже Соломон. Царь Соломон. И время, конечно, династия оно прошло, но мы говорим о том, что сейчас оно восстанавливает ценности. Мы сейчас об этом разведём. И сейчас честно скажу, что просто пройдя эти семинары, через месяц или два мы не станем богатыми миллионерами. Не об этом решили сейчас вообще. Забудьте. Даже забудьте об этих вещах. Серьёзно относитесь к тому, что мы сейчас говорим. Перестраивайте разум на другое русло вообще. Потому что деньги никогда не приносили никому счастья. Просто деньги. Самое лучшее богатство веда, говорится, это которое по наследству достаётся. Никто не заработал. Когда мы зарабатываем деньги тяжким трудом, у нас развивается странное сознание. Даже бедняк, который поуглашал, он заработал тяжким трудом. Он гордится этим. Вот что. А вот по наследству богатства это достаётся с Инджуковой. Веда говорится, что когда вы именно рождаетесь в богатой семье, это лучше, чем когда вы рождаетесь в обычной семье и хотите стать богатым. Начинаете завидовать, начинаете делать проблемы какие-то, конкурировать. Конечно, деньги нужны. Это ещё один момент. Всё-таки деньги нужны. Как же всё-таки добывать эти деньги? Есть искусство. Но деньги перебоят сами, на самом деле. Но когда мы их не будем? Деньги как женщина. Если вы к ней привязаны, она вас не ценит. Если вы рядом с ней имеете высшую цель, она к вам сама прилипляется. Это подобное. Поэтому как только мы утвердимся в высшей цели, деньги будут переходить к этой цели автоматически. Естественным облимом. Подобное притягивается подобным. Например, если вы хороший врач, классный врач, лучший в полноте, то всегда будете востребованным. К вам люди сами придут. Вам не искать не нужны ни работы, ни деньги. Они придут и деньги принесут. Это вопрос квалификации. А не конкуренции. Если вы хороший музыкант, гениальный. Естественно, деньги не берут вам. Вы об этом должны думать. Поэтому у тебя музыка. Вот ваша квалификация. Но всегда, когда вы думаете о деньгах, потеряйте квалификацию. Даже если вы хороший музыкант или врач, потеряйте квалификацию. Есть одаренные, знаете, целители. Они никогда деньги не берут за свои цели. Пожертвовать не могут. Деньги никогда. Потому что они потеряют квалификацию. Потому что как только корыстные мысли вмешиваются, все. Зависть покрывает и ваш талант уходит. Причина этому именно зависть. И вот говорится, когда мы служим Богу, мы избавляемся от зависти. И вот тут и пробуждается наша природная способность. Вот с чем это связано. Мы подражаем каким-то вещам, сильным парням, которые могут что-то делать, добиваться. Но это просто картинки. Это не жизнь. Не так жить. Но вы же сами видите. Это просто дешевый шоу. Кому-то выгодно все. Жизнь по-другому. Нужна добра действий, чтобы что-то добиваться. Добрый доброго не боится. Видите, а сейчас у нас кругом недоверие. Куда вы не пойдете? Документы ваши спрашивают. Документы. А что документы? Вот это и два. Вот и есть документы. Нет. Простите документы на вашу фамилию. Как вас зовут? Проверяйте. Потому что можете обмануть. Откуда эти документы? Потому что человек стал лживым. Вот сколько мы тратим время сейчас на документы, на нотариусы. Потому что все у мужчин нет. Кто лжет разум? Чувства. Эмоции будут. Вот что наше такое. Что сейчас честного человека найти очень сложно. Все хотят обманывать друг друга. Ради своей семьи. Почему не обмануть другую семью? Ну почему нет? Ради своей семьи. Можно чужую семью. Вот как мы говорим. Чужая семья. Своя семья. Чужой народ. Свой народ. Такая вот у нас любовь. Странно. Ради любви к одному человеку мы можем угробить другого человека. Вот. Вот мы что потеряли. Образ общества. Это Ачюта Годра на самом деле называется. Человеческое общество. Это семья Бога, говорится. Это одно тело, единственный организм. Каждый мужчина цивилизованный, кто принадлежит к высшим состоятельствам, должен знать это хорошо. Что мы живем в одном, в одной семье все. Не только люди, но и животные тоже. Но как развито было сознание в прошлом. Как люди понимали мир. Конечно, не достигали успеха. Это как в сказке, что даже вам поможет и медведь, и заяц, и птичка поможет вам. Потому что вы исключаете эту мудрость, любовь, щедрость. И от вас сияние исходит. Потому что вы целеустремленные человеки. От вас столько силы положительной исходит, что естественно, они привлекаются. С вами хотят сотрудничать. Но вы никогда это ради выгоды не используете. Никогда. Вы не заслужите больше доверия, любовь и поддержки. Вот этот прогресс называется общество. А все остальное кризис. Все, что мы с вами переживаем, это кризис. И сейчас вы понимаете, почему эти кризисы. Потому что секс и деньги, секс и деньги, секс и деньги. Это кризис. Кризис сознания и внутренний кризис, неудовлетворенность, раздражение общества накапливается, недоверие накапливается в социальном смысле, в политическом смысле, в экономическом смысле, проникает всюду. Это зараза. И носители этого сейчас – мужчины и женщины. Нерегулированных отношений сексуальных. Центрик всегда. Поэтому очень хорошо собирается иногда просто по-мужски, без женщин, просто так трезво попытаться стряхнуть всю эту иллюзию, накопленную годами. Привычную жизнь, так сказать, стряхнуть себя. Хороший результат. Итак, здесь мы можем остановиться пока. Сейчас будет у нас вопрос, какие-то обсуждения. Пожалуйста. Добрый вечер. Как научиться управлять эмоциями и разумом? Как научиться управлять эмоциями и разумом? Главный момент я сейчас скажу. Это, конечно, практика должна быть индивидуальная. Например, мы же каждое утро омовение совершаем. Регулярно одежду стираем. Но также здесь нужна регулярность практики, медитации. Но главный момент заключается в том, чтобы общаться с теми, кто уже может управлять чувства. Это главный момент. Регулярное общение поддерживать такие отношения. Тогда у нас появятся также возможности, способности. От общения мы перенимаем всё, и плохое, и хорошее. Общение самое важное. С кем общаешься, таким становишься. В этом смысле тоже. Если мы хотим управлять чувствами, эмоциями, разумом, научиться тоже. Ищем такое чего-то. Вместе практикуем. За эти идеи и хорошей практики можно получить опыт многих жизней. А как узнать, что это человек, который умеет управлять чувствами? Как определить, что будет? Хороший вопрос, хороший вопрос. Как узнать, что этот человек именно управляет чувствами? Он равно относится к потере и приобретению. Он не подвержен глубокой скорби и безрассудной радости. Это всё сбивает с толку разума. И он равно относится ко всем живым существам. Это человек совершенный. Управление чувствами. А как вы сказали, последняя фраза – это совершенный человек. Где нам в наше время встретить совершенного человека? Может быть, это не очень точное слово, как ты сейчас сказал. Совершенных людей не бывает, строго говоря. Но мы говорим, что он на пути к совершенству, на правильном пути к совершенству. Вот это точно можно сказать. Поэтому мы говорим, он совершение в этом выберет. Потому что даже когда мы действуем совершенно, внутренние желания будут оставаться несовершенные. Верно же? Поэтому, строго говоря, я себя совершенно не назову. Знаю, что у меня всякие, всякого рода желания нечистые. Но я могу их контролировать. Я на пути к совершенству. Вот эта позиция очень хорошая, честная. Человек сам по себе не может быть совершенным. Без связи с Богом. Только Бог совершенный. Человек нет. Бог в сердце человека, который на пути к себе не конфессия. Это сверхсознание, это его совесть. Да. В основном сейчас мужчины колят, пьют. Это уже как бы диагноз. С ним уже бесполезно идти к высоким телям. То есть он уже как бы потерянный человек для общества. Да? И второй вопрос. Как мужчин призывать к ответственности за общество? Я думаю, это часть, часть просто населения в таком состоянии. Можно видеть, конечно, эти системы, в том, о которых вы говорите. Но часть людей, то, что я наблюдаю сейчас, и в России, и в Казахстане, и в Казахстане, и в Казахстане выходят повсюду. И существенная часть общества сейчас стремится к чистоте. Как призвать мужчин к ответственности за общество? Сначала, да, это хороший вопрос. Сначала нужно начать с самых разумных людей. Не тратьте время по напрасности. Кто-то сейчас упорствует, скажем, там, спорит, там, или злится. Нейтрально к этому не светить. Сейчас нужно внимание всё на тех, кто имеет разум хороший. Когда голова в обществе восстановится, потом легче будет. Большинство людей, они самостоятельно не смогут начать эту практику духовную сами по себе. Им нужно условия создать хорошие. Тогда им легче. Это не для большинства людей. Но часть населения, хотя бы пару процентов, если в мире люди начнут, возьмут за себя неразумные службы. 2% достаточно. Вопрос про общение. Вы сказали, что нужно общаться с правильными людьми. Что подразумевается под общение? То есть это глубокое общение или просто, даже если мы разговариваем с кем-то? Общение. Общение с разумом, с более высоким разумом означает, что мы слушаем. Общение с более чистым означает, что мы тоже поддерживаем чистоту, чтобы общаться близко. Согласен? Ну как, скажем, в какое-то место, они не пускают грязные одежды, допустим. Вот примерно. Так же и в обществе. Мы хотим прийти к каким-то правильным, чистым людям. Мы, конечно, готовим себя к такой встрече. Это влияет на нас. Вот это общение обладает силой. Если просто в гости приглашаете какого-то человека из такого рода, в доме все очистится. Вы тут же получите многое, тут же там что-то сделаете. Вы видите все другими глазами, понимаете, сразу все освежится. Проблема в чем материалистичного человека? Что он избегает праведности. Именно избегает праведности. А потом жалуется, когда плохо. Говорит, что делать? Как обычный человек, он избегает каких-то ограничений диеты. Но когда заболевает, он дает врачу и говорит, что делать? Говорит, ну это ограничения диеты. Вот так все происходит. Чувства такие сильные, что он не может, не хочет отказываться от того, что вредно. Упрямствует, упорствует. Как это Пугачев, его философия лучше. Три года, тридцать три года прожить питаясь свежим мясом, чем триста лет падали. Вот эту формулу многие условия. Пусть я курю, пью и она наслаждает жизнью. Пусть недолго прошел, но я прошел наслаждать жизнью. Но что жизнь, цель жизни в наслаждении, чувства. Вениталии живут в языках. Такая школа у нас, к сожалению, мировая культура. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что когда мы достигаем чего-то высшего, мы становимся свободны от чувств. Если спуститься от общего к частному, это что означает? Что ты спокойно относишься к тому, что у тебя рождается ребенок? Ты спокойно относишься к тому, что ты женишься или зарабатываешь миллион долларов, о котором ты думал? Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. В том смысле спокойно, что когда рождается, например, ребенок, я, конечно же, чувствую родство с ребенком. Но не думай, что это моя собственность. Вот это же мне. То есть любовь без чувства собственности. Такая бескорыстная любовь. Я понимаю, что ребенка должен взрастить, это мой долг, и передать его обществу. Дар сделать, полному целому, чтобы все получили благо. Достойно лично должно быть. Так же и деньги, если я заработал деньги, я думаю, что это должно принести благо, а многие будут. Не только себя, это не моя собственность. Все, что здесь имеют, это не мое, потому что я здесь все это оставлю. И нужно знать, как это правильно оставить здесь. Ну да, на кладбище богатых нет. Ну да. Вот эту притчу мы рассказываем вам. Возможно, вы слышали про родного царя, который имел в духовном учителе гуру Саньяси, монаха. И однажды царь вышел на крышу дворца посмотреть на свою столицу. И увидел этого гуру своего, который какое-то подаяние собирает, чтобы поесть. И подумал, что я его ученик, царь вообще у меня все есть, мой гуру побирается по дворам. И записку написал слуги, я говорю, передай вот этому садху вот эту записку от меня. И там написал, все мое царство, твое, подписался царь. Этот садху, пожилой живой, прочитал, рассмеялся. И пришел к ученику и сказал, что только что мне отдал все свое царство. Значит, у тебя царства нет больше. Царство мое. Но я монах, я управлять царством не могу. Управлять будешь ты. Но чтобы теперь поесть, будешь со мной подбираться в царстве, собирать подаяние. И в течение года царь местным гуру собирал подарение, чтобы поесть. Через год все жители сказали, наш царь святой. А потом гуру сказал, забирай свое царство обратно. Но помни, кому оно принадлежит. Вот оно сознание. Бери все это, делай. У тебя способности, ты способен быть богатым, будь богатым. Все, что у тебя есть, делай это, да. Но помни, кому ты на самом деле принадлежит. Есть предостережение. В Махабхарате говорится, что человек, особенно высшего класса человек, никогда не должен использовать свою работу, как дойную корову, для зарабатывания денег. Для себя. Ну хорошо, другой пример. Человечный образум ученый. Для чего столько ему знаний? Каково? Для людей, правильно, обучать людей. А вот он у власти, у него власть большая. Для чего? Чтобы людям помогать, организовать жизнь, как служение какой-нибудь. Хорошо. А вот у него много денег. Для чего? Для той же цели. Для полного цели. Он не должен думать, что это все только ему принадлежит. Вот это проблема современной души. Люди хотят господствовать и хотят служить. А делают то же самое. Но в духе господства вражда возникает, в духе служения умиротворяется. Мне лучше думать, что я слуга своего государства, я слуга своей семьи. Чем я господин своего государства, я господин своей семьи. Это вопрос именно сознания развитого. Знаете, почему люди не хотят быть слугами сейчас? Потому что эксплуатации полно. Поэтому термин извращен служением. Ну вот вы любите женщину, вы же и служите. Вы все выполняете, что она хочет. Любовь, потому что. А вот вы детей любите, вы для них все сделаете, вы служите. Там, где есть любовь, там нет эксплуатации. Вот в чем сейчас люди запутались. А все остальное почему? Все делают, работают. Нормальные семьи, все вроде как хорошо. Только страдают почему-то. Простите, пожалуйста, мне 18 лет. Я не понимаю слово наставник. Я бы хотел у вас этого поинтересоваться. Наставник один, это был Владик, священник. Я немножко его знал, но он умер много лет назад. Его очень любили люди. У него много осталось стихов, поэм, красивых картин. Он в конце жизни разочаровался даже в религии. Из-за того, что он много счастья увидел. И он был наставником, как Святой Отец его называли тоже. И вот однажды к нему пришла группа людей, знающих его. К нему в деревню приехали. И они сели во дворике, там то ли весна, то ли осень была. И один из них спросил, а зачем еще нужен наставник человеку? Вот вы часто говорите о наставниках. Но зачем нужен последник между Богом и человеком? А нельзя ли просто с Богом общаться? Зачем наставник нужен? Этот ладик, когда услышал, он выглядел немножко расстроен, когда услышал такой вопрос. И замолчал. И такое было молчание какое-то глубокое у всех, знаете. Все почувствовали что-то вот, может быть не то, спросили что ли. И тут в небе косяк журавлей летит. И какие-то крики, и все посмотрели туда. И там одна птица из косяка, она сильно отстала. Вот прямо сладела, снижалась куда-то. Ну все, косяк уходил. И все это заметили. И вот этот крик, который сдавал, вожак встал. Он крикнул назад что-то, вышел из этого клина. Его место занял в следующий. И он полетел назад у всех на глазах. И кричал, и вдохновлял. И вот вместе они догоняли, пока не встал его этот клин. Ладик ничего не сказал, все поняли ответы. Жизнь, знаете, у нас предстоит огромные трудности перед каждым разом. Без помощи мы не сможем переплыть океан. Дальше вы хорошее колесо. Если даже мы в 18 лет, то у нас экспортов планы. Все равно океан не выполнить. Все равно нужен корабль. Это не поле перейти в жизни. Это так. Все погибают. Еще можно вопрос. Среди каких людей лучше искать наставника? Ну, наставника должен быть практикующим сам. Вот две вещи я вам скажу. Ачар, прачар, ищите. Ачар, значит, поведение. И прачар, речь, слово. Его слова не должны расходиться с его поведением. Тогда вы можете быть уверены, что человек честный и может запринимать наставника. Если он говорит одно, учит одному, а делает другого, не принимайте такого наставника. У меня есть духовный учитель, допустим. Это раз на всю жизнь. Он передлежит в цепи ученической приветственности. Благодаря этому я могу что-то делать. Потому что сам по себе я ничего не знаю. Спасибо. Сейчас делают такие компьютерные игры, в которых чувствуешь себя как-то хорошо. Там можно жить. Там ты имеешь уже какую-то свою семью, какое-то свое общение. Имеешь свой дом, имеешь свой гардероб, имеешь своих врагов, имеешь своих друзей. И жизнь в виртуальном мире становится все более ярче. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Как вообще избавиться от этой зависимости? Второй вопрос. Возможно, не нужно избавляться. Может быть, иметь смысл как-то контролировать ее? Ведь это какой-то тоже отдых. Вот такой вопрос. Актуальная тема. Я часто тоже об этом думаю. Все началось с того, что люди создали иллюзион. Назвали вот так. Потом фильматограф пошел. Другое название. Более совершенно. Потом стали создавать широкие экраны. Потом цветные. Потом качество стали улучшать на театрах. Звука. Сейчас есть 3D. И дальше уже. Сейчас голограммы уже разрабатываются. Да, вы будете иметь дело с объемами, с запахами, с движением воздуха. То есть они создают искусственный мир виртуальный. Матрикс. Почему? Потому что в этом мире есть свои законы. Например, закон кармы. Что посеешь, что пожнешь. Убил кого-то, значит ты будешь убитым. Рано или поздно придет возмездие. В виртуальном мире нет кармы. Я могу убивать. И не получать никаких реакций. Я там просто Бог. Да, я сколько угодно могу убивать, резать, насиловать. А мы сейчас в порядке сухарных отношений, наверное, да? Да! Вот, вот, вот. И вот, вот, вот. Здесь у тебя никакой кармы. Никаких комфортов, никаких детей, никакой ответственности, никакой семьи и так далее. Вот, что люди хотят. Хотят стать Богом, хотя бы воображай Его. Это написано, что здесь люди имитируют Бога. Не знаю, кто такой Бог, просто имитируют Его. Все кармы пытаются стать Богом. Знаете, какое наказание за это? Человек рождается в следующей жизни, привидением остается. Надолго. Раз он отказался от этого долга, от этого воплощения долга, от этого в виртуальной реальности. Он не получает физического тела очень долгое время. Это большие страдания. Привидения. Так же наркоманы идут туда, и большие алкоголики сегодня. В эту сферу. Реакции все равно ждут. Что посеять, что прежде нужно. Хорошо, если бы мы распространяли эти законы природы. Объясняли людям, как это работать. Это могло бы помочь людям. Что есть закон кармы, существует в природе. В природе реагируют на наши желания и поступки. Неизбежно. Есть реинкарнация тоже. Если эти законы раскрыть сейчас людям, многое изменится. Конечно, кто хочет, тот будет продолжать. Он погибнет. Но многие это извержены. Вопрос о взаимоотношениях. Как по вашему мнению? Вопрос первый. Спасибо. Как по вашему мнению? Вопрос первый. Я так понимаю, сейчас женщины не все знают пункт второй, третий и четвертый. Но очень хорошо знают первый и последний. Первое. Можем ли мы до них это доносить? Дойдет ли это до них? Либо они это постигают сами? Как качество женщин улучшается? Да. Правильно. Это нужно обсуждать. Когда, конечно, мужчина, если он знает цель и эти качества, он, естественно, становится учителем жены. Как духовный наставник тоже. Это естественно происходит. Но если еще не оберем эту чистоту, она тогда будет с ним спорить, конфликтовать. Она говорит, сама знаю и так далее. То есть борьба за активность будет. Поэтому хорошо, что через духовного наставника она будет это познавать. Через книги, через лекции, через личное общение с другими женщинами, которые уже умеют, обладают этими качествами. То есть кто-то должен научиться. Муж может, да, но учит непримым образом. Что стань такой, стань такой, стань такой. А как бы пробуждает в ней эти вещи. Это уже мудрость вообще. Спасибо. Здравствуйте. Большое спасибо, Лекция. Именно такой вопрос. Я начал заниматься духовной практикой. Четыре ближайших принципа и так далее. И я начал замечать несовершенства других людей и очень фанатично реагировать на них. Например, «О, вы на место едут, а вы молитесь на Богу» и так далее. И вы сказали, что в этом мире очень много людей ведут из-за вожделения, из-за гнева, из-за вести войны, за ту же нефть, за влияние на рынке и так далее. Но мы также имеем такие исторические события, как крестовые походы, джихад. Некоторые религии просто через войну устанавливались. Также мы видим фашизм, коммунизм. У этих всех людей была цель, смелость, щедрость. Они были очень серьезные мужчины такие, с бородами. И вот я хотел узнать, как отличить истинную цель. И вообще, люди, стремящие к совершенству, они должны, говорит, приносить беспокойствие людям. Тоже хороший вопрос у вас. У женщин нет, у нас хорошая атмосфера. Есть три уровня. Спасибо. Три уровня в духовности. Если мы начинаем, то какой-то уровень слабый, верно? Первый уровень называется КАНИШТХА. КАНИШТХА. Это санскрит. Второй. МАТЬЯМА. И третий. УТАМА. УТАМА. Три уровня духовного, духовного уровня. У людей. Мы проходим вот снизу веру. Все. И, конечно, означает, что у него есть вера, но нет еще знаний и качеств. Нет еще знаний, он не ученый, он просто верующий, но фанатичный человек. Вера есть, знаний нет. И он еще все материальные желания имеет также. Этот уровень характерен тем, что, конечно, вот эти отвекали, с каких бы религий не были они, неважно откуда, они все ссорятся друг с другом, но внутри и снаружи. Говорят, моя религия лучше или я лучше. Вот в таком духе. Они всегда, это крестовый поход, если организовать вот эти вот, конечно, отвекали. Это вот религиозная вражда, такая вот инквизиция, это все в этой категории очень опасная вещь. Она опасна, когда идут власть под этим людям. А Матхиама, это редкая категория уже большинства людей на этом уровне религиозных. Матхиама преодолевает уровень религии, у него есть твердая вера и знания. Как бы он одной ногой в материальном мире, другой ногой уже в духовном мире, у него опыт есть только другой. И он дружественно, он миротворец, он может мир устанавливать, где бы он ни находился. Он избегает агрессоров, он дружит с духовными людьми, он любит Бога и он невинным людям помогает, дает знания. То есть он полезный, видите, он не конфликтный человек. Матхиама, это миротворец. Сейчас не хватает миротворцев в этих религиозных движениях. Их очень мало, они есть, но их очень мало становится. В основном вот эта категория, от нее сплошные проблемы, главное боль. А третья категория, это сверх тьмы, это пророки. Каждая религия, она имеет одного пророка. Достаточно одного человека, чтобы мир менять целиком. На них держатся все эти вот как бы системы религиозные. Они способны давать новую, даже религиозную систему. Когда новый пророк приходит, он дает новую религиозную систему. Но вот проблема в том, что когда конечно получают власть, вот тогда возникает проблема. Вот они фанатично смотрят, высокомерно могут смотреть, даже враждебно могут относиться ко всем людям. Он стал вегетарианцем, ненавидит Миссариэда. Вот так. Ненавидит все равно кого-то. То есть это какая-то фаза, кто это должен пройти? Да. Поэтому смотрите, руководство должны получить вот эти Матхиа Матхи Кари. Но у Матхиа Матхи Кари нет заинтересованности в материальном положении. Сейчас это проблема. Они стремятся ни к власти, ни к деньгам, поэтому их конечно устраняют просто. Их духовную как бы силу не используют. Просто ради власти и какой-то выгоды религиозную деятельность какую-то устранят. Это называется Кайта Ватхарма, ложная религия, которая последует материальной цели. Поэтому мы говорим, если мы начинаем, скажем, духовную практику, нам нужен наставник. Видите? Чтобы мы именно качество и знание, чтобы мы науку эту исключили. А не просто гордились своим образом жизни. Ну сейчас молодежь, я заметил, что молодежь вообще не хотят даже слышать слово Бог там, сверхдуша, сверхсознание. Они, ну как бы, безбожники наставили. И, ну как бы, ну, материалисты полностью. В этом, по-моему, есть проблема, то, что они верят в закон кармы. Это не плохо, нет-нет. Не думайте, что это плохо. Но они, как сказать, они скептики. То есть, они просто не доверяют религии. И вообще, сейчас мир такой, что мало кому можно доверять. Я их понимаю, этих людей. Они осторожны там. Словом, Бог обманул обмануть религиозной людей. Сейчас. Сейчас. Люди достаточно же опытные стали. Историю знают хорошо. Все слышали. Поэтому сейчас не в этом дело. Сейчас, как бы, необходимо именно отношения духовные. Не просто долго какую-то религиозную могут дать, а отношения духовные с людьми. Да. Вот как мужчины, женщины, ну, все у человека развивают духовность. Отношения. Это же. Через отношения. Например, вы занимаетесь бескорыстным служением, так? Духовной практикой. И просите помочь в этом отношении. И вместе что-то делать. У вас появляются такие отношения. И люди чувствуют себя очень хорошо и счастливы. Никаких долг, никакие стереотипы. У каждого своя природа существует, которую нужно уважать. Историй Георгиевич, почему сейчас вот в семье возникает такой дисбаланс? В семье чаще распадаются, чем сопровождается. Почему распадаются? Да. Хороший тоже вопрос. Кто-то об этом беспокоится сейчас? Есть, да, беспокойство, что семьи будут? Да, сомневаются. Культура вожделения чем опасна? С одной стороны, вроде бы это же привлечение друг к другу. Вожделение без него нельзя брать создать тоже. Люди привлекаются друг к другу. Но опасность в том, что вожделение заставляет использовать друг друга для наслаждения чувств и взращивает ложное эго. Такой механизм. И когда ложное эго растет, люди постоянно ссорятся, не понимают друг друга, не слышат друг друга. Начинают не говорить, а кричать постоянно, чтобы меня услышали, меня поняли, требуют друг от друга что-то. Братья распадаются на этой основе. Из-за раздражения и гнева. То есть вот из них отрируемого вожделения. Если брак отрегулировать, не распадается. Пища, интимные отношения, одежда, подъемы утренние, ну вот работа, отдых, вообще все отрегулировать правильно. Братья не распадаются. Не отрегулированной жизни. Люди не могут себя срегулировать, потому что чувства очень сильные. Возбужденные чувства этим воспитанием – это культура, интернетовая и само остальное. Потоки идут грязной информацией. Поэтому семья должна защитить от этих вещей, предназначения. И глава семьи, прежде всего, несет за ответственность. Браки, разводов нет. Поймите, то что Бог сочетает, человек не разлучает, говорится. Конечно, сейчас это возможно. И жениться и разводиться. Но на самом деле в природе это противоестественно. Нет такого закона. Это исключение из правила развода. Развод – это высшее меры наказания для семьи, для детей. Можно? Меня зовут Мирхам. Ник мой вождь. Я считаю, что… Прошу прощения, я немножко тоже дополню ваши слова. Мне кажется, жизнь стала более женственной. Мужчины стали более женственными и перестали быть добытчиками. И поэтому происходит вот это разногласие в семьях. Сама женщина, она есть природа, она создана эмоциями и инстинктами. И она никак не менялась на протяжении всей жизни. Единственное, сейчас она добилась того, что вышла на работу и стала зарабатывать. А когда женщина начинает зарабатывать больше, чем мужчина, то враг сам по себе развалится. Потому что мужчина должен владеть, приносить, добывать. И, конечно же, разуму женщину сдерживать. Я так считаю, но это даже мой жизненный опыт. Теперь такой вопрос я хотел бы вам задать. Я читал Антонио Мэнн-Витти. Вы читали такого психолога. Вот он говорит, что женщина – это жизнь. То есть мужчина, который умеет управлять женщиной, он управляет жизнью. Потому что женщина есть природа, она бывает холодной, горячей. Ее не поймешь, у нее внутренняя латентная шизофрения внутри нее. Она сама себя поменять не может. Вот. Я вот, извиняюсь, Антонио Мэнн-Витти скончался. Я не успел ему задать вопрос. Потому что он говорил, все философы говорят, женись, 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 все просят жить. Но почему-то женщину они берут себе. Потому что женщина может разрушить цель мужчины. Именно мужчины-лидера. В любой момент женщина может разрушить. И я вот хотел ему тоже, не успел задать, конечно, вопрос. Вот Мухаммад Пророк, у него была не то, что одна женщина, а десять жен. И при этом он был бедным и умел управлять ими. Вот. И я хотел бы вас также спросить. Вот мне интересна ваша религия, да? Как вы можете объяснить истину Бога? Вот мы рождаемся, у нас происходит карма, мы перерождаемся. В чем же тогда истина вот этих рождений, перерождений? Хотя в каждой религии идет к тому, что пройдет суд Божий тогда-то. Тогда в чем же истина вот этих рождений и перерождений? Спасибо. Хорошие были размышления, то есть, о природе мужчины и женщины, что роли как бы сейчас меняются, мужчины становятся женственными, женщины как бы сильнее, есть такое все, да, порядок нарушается, естественно. что касается смысла этого существования, где есть перерождение, где есть законы кармы, скажем, зачем все это, куда мы идем, каким путем. мужчина и женщина на самом деле не мужчина и женщина, это живое существо, душа. потому что если нет, не будет души в наших отношениях, то мужчина и женщина никогда понять друг друга не смогут, это разная физиология, разная физиология, это невозможно. поэтому по мере того, что падает духовное знание, все больше и больше не понимают и не доверяют мужчины и женщины друг другу. именно потому, что тратится главная составляющая суть жизни, живое существо, жизнь душа. и смысл как бы вот этих всех законов природы суровых познать душу именно. когда человек познает душу, он освобождается от всех законов. закон символизирует вот это тело, окружающая природа, ум собственный, другие люди, которые влияют на меня, скован всем этим обществом, сезонами погоды, или катастрофами, или болезнями, или плохими отношениями, или хорошими связанными. вот эти все законы меня окружают, видите, вот это все карма работает. и я умираю, рождаюсь снова в новом обществе, и снова в каких-то тисках, и я снова зарабатываю себе новую карму, и снова рождаюсь снова в тисках, и снова зарабатываю. знаете, что происходит? пока я не осознаю, что я душа, частичка Бога, и тогда я освобождаюсь. и вот в этом смысле мужчина и женщина могут помочь друг другу. в духовном смысле, что брак это духовный вклад. у нас еще один брак должен быть. тогда все в порядке. там верность, чистота, знания, все принципы, самые лучшие заповеди в семье, самые чистые. возьмите все 10 заповедей, они же все применимы к семье, это описание семьи, не убиваем, не крадений, не крадений, что такое. почитай матерцу, а точь у семья. то есть, семья это и есть религиозная заповедь, главное. духовный вклад. и в этом смысле мы и так относимся к семье. Разводов не будет, будет порядок, да, мужчины будут сильными, женщины будут женственными, будут вдохновляющей силой поддерживать разуму, уже и так далее. Они будут сотрудничать, они конкурируют, поскольку у нас, как у души, одна цель. Помните притча, когда один торговец имел пять жен, четыре жены. Одна жена была любимая, он любил ее, души нечаянно одевал, кормил, всем показывал, только на нее смотрел и думал. Другая жена тоже ее любил, но боялся, что уведут другие, уж очень привлекательно, прятал ее под замком. Третья жена, он просто, ну как, уважал, но позволял жить своей жизнью. А четвертую вообще не замечал, зовут как зовут. И вот настал день смерти этого торговца. И он чувствует, что умирает, и уходит в мир иной. И обращается к своей самореговой жене. Дорогая, ты не пойдешь со мной в мир иной? Я не могу с тобой разлучиться, ты для меня дороже жизни. Я тебя люблю, пойдем со мной вместе. Не оставляй меня. Сказал, дорогой, да между нами нет ничего общего, никогда не было. Если ты пойдешь сейчас туда, я пойду в другую сторону. Ни сейчас, ни чуть, ни умер, лишь время, горе, когда услышал, что я тебя так любил, и ты так к ней отвечаешь. Ты обращаешься к другой жене, но я тебя тоже любил. Может быть, ты не покинешь меня, пойдешь в мир иной со мной. А что вторая сказала, ты же не зря меня опрятал от других. Я уже давно знаю, после твоей ухода куда я пойду и кому. Я с тобой не могу идти. Еще хуже стало бедному человеку. Она мне сказала третьей жене, и сказала, может быть, ты помоешь мне. Я не могу умереть в одиночестве. Она сказала, ну я могу только похоронные обряды все исполнить, и так у меня своя жизнь, ты же понимаешь. Я все сделаю, что нужно. Уходи с миром. И он умирал в такой скорби, услышал тихий голос рядом. Я обойду с тобой. Да я всегда была с тобой, потому что я никогда не замечал. Ты кто он, спасибо. Да я же твоя четвертая жена. Это аллегория. И эти четыре жены. Первая жена. Это тело этой души. Физическое тело. Которое он любит больше всего. Одевает, угощает, кормит. Всем показывает. Никогда не достается. Вторая жена, это богатство человека. Он должен прятать. Мало ли, кто захочет взять. Но после смерти тело, тело идет в могилу, а душа уходит в другую сторону. Ничего общего нет. И после смерти богатства идут другие руки тоже. Но они заберут с собой. А третья жена, это родственники и друзья. У них своя жизнь. Но они похоронные обряды исполняют хорошо. На дни рождения приходят. Не больше. А четвертая жена, это и есть как раз душа. Которая всегда со мной. Такая причина существует. Так я должен вот кого любить, оказывается, своего человека. Я же не знал об этом. Я же тебя так и не познал в Иисусу в жизни. Я отдал свою любовь вот этим недостойным женам. То есть душа. Об этом нужно думать тоже. Вот это отсюда исходит уже уважение к женщине. Уважение к мужчине. Благодарность. Вот эти духовные же принципы начинают пробуждаться. Пробуждаться именно из этой концепции души. Нам нужно попытаться познать душу. Для этого существует семейный уклад жизни для детей. Кто-то постигает это в монашестве. Но в основном люди постигают это через семейную жизнь. Они должны постигать сейчас. Монаше-то не для всех. Это исключение. Можно вопрос? Да, Александр Ильич? Я хотел спросить. Например, в семье, если жена более духовная, больше занимается духовной практикой, больше читает духовной книги, а мужчина, в силу обстоятельств, что он на работе занят заработками, на обеспечении книги, как вообще лучше это сделать? Это не проблема? Все-таки лучше, когда мужчина более духовной семьи. Нет, нет, это не проблема. С духовной точки зрения нет разницы. С материальной есть разница. Скажем, что женщина там высокая. Когда женщина занимает денег, лучше зарабатывает мужчина, ничего этого не имеет. Конечно, там влияет на отношения. А с духовной точки зрения разницы нет. Душа не мужчина, не женщина. Это нормально. Кто бы ни был в семье, мужчина или женщина, кто начинает духовную практику, все, а все с меня получают благородные. Спасибо. И второй вопрос. Вот есть слово благородное, да? Хорошее слово для мужчин. Благотворительность благородная. Есть люди, которые делают благотворительность ради того, чтобы о нем сказали, или какой-то свой, поднять свой имидж, да? Благотворительность делай. Чтобы об этой компании сказали, например, допустим, сделать такую помощь детскому дому, там или добрый старелах. А есть, которые на самом деле со своим внутренним душевным чувством помогают. Вот есть вот здесь это объяснение, разница, да? Вот благотворительность в трех гуннах существует, в трех качествах, в трех измерениях. Есть благотворительность в невежестве, есть в страсти благотворительность, есть в благости благотворительности. Благотворительность в невежестве. Например, такой бытовой пример. В метро еду, 90-х, ну какой-то год, не помню, эти блоки. А это перестройка, там вот, в такое время, и какой-то человек заходит в метро и громко кричит, дайте на похмелье кто-нибудь, голова болит. Невест вагон, ха-ха-ха-ха-ха. А он говорит, ну что вы становитесь, у вас голова не болит, у меня-то болит по-настоящему, ну, кто-то посочувствует. И тут же ему денег надо давать, кучу, пожалуйста, благотворительность. На выпив. Это в невежестве. Потому что помогает деградировать человеку. То есть я, может, что, раз выясняю, что, как благотворительность. Наркотики. Нет, есть такое, это не шутка. Например, в некоторых странах Европы выдают дозу наркоманам, чтобы они, ну, не грабили, не убивали. Месячный доз был какой-то. Тоже благотворительность. Но они деградируют. Это в невежестве. Даете нищему деньги, он напивается тоже сам. Ни в коня корма говорится. Бесполезно, да? В страсти благотворительность. Я надеюсь на почет, уважение, славу на возмещение. То есть ты мне, я тебе, я тебе не имею в виду. Я вот делаю на показ, чтобы все видеть, но нужно менять, я жду ответа такого же. Прягости. Это в страсти. А в благость это чистая благотворительность. Вот это большая сила. Когда даже никто не знает, что я буду делать. Вот это большая сила. Человеки, не знаю, зажитаясь, огромная сила. Что еще один вопрос. Что все-таки такое душа? Что такое душа? Да. Мы можем отдельно даже поговорить в следующий раз о душе. Я могу дать лекцию, рассказать, что такое дух, какой он бывает. Дух в словах. Дух в словах о душе. В песнях Соломона там несколько страниц в Библии описания души. Ну, поэтически он пишет. Песня. А есть философские, научные описания. Шаташатару Панишат описывает, что душа размером одна десятичная кончика волоса. На человек. Если сечение волоса сдвить на сто, еще на стоятую частичку, вот такая крупная частичка, размер души в области сердца находится. Вот сейчас она в таком. И заполняет, как бы, своей энергией все тело пронизывает. Сознание. Это как свет солнца. Солнце и свет. Вот свет, это значит сознание. А источник солнца. Душа. И вот это вот сознание в каждой клеточке моего тела. Я, я, я. Везде я. Нога я, рука я. Хотя руками я, ногами я, ногами я, ногами я, в них я чувствую. Это сознание. И его природа, душилье, описывается как сапчик ананда на самом свете. Сап, значит, она вечная, постоянная. Личность не меняется в течение нашей жизни. Тело же меняется все равно, верно? Стареет там и так далее, растет. А личность то же самое, это все со мной происходит. Я то же самое. Может меняться мое понимание, мироощущение или возраст, но я именно тот самый, что все это будет переживать. Личность не меняется, тело меняется. Видите? Она вечно, Тело постоянно временно в одни веществе, оно постоянно меняется, меняется каждую секунду, там триллионы операций в одни веществ. Тело меняется. Сап. Чит означает полна знания, соцзнания. Вот интересный момент. Вот энергия, материальная, она не знает о себе, хотя существует. А я существую и знаю о себе, это душа, знание, сознание. Чит называется. И она означает, что ее природа безграничное блаженство, счастье. Это природа души. Вот это ее вечное препод написание. Это вот вкратце для души. И много есть очень интересных вещей, которые описывают отличия материи духа с разных точек зрения трактатов, таких очень много. Бхага в Аддите также в 2 главе это описывается, вкратце, основные моменты. Например, душ нельзя рассечь, расчленить, нельзя и сушить, или сжечь. Нельзя убить. Никогда не было так, чтобы мы с вами не существовали в прошлом и не будем существовать в будущем, так описывается. если кто-то услышит о душе, услышит с верой, он скажет, не может быть чудеса. Если кто-то увидит душу, говорит за глазами, он скажет то же самое, не может быть чудеса. Она имеет божественную природу и практически не имеет эквивалента в материальных терминках. Но это несомненно, я сам и есть душа при этом. То есть я должен познать именно себя, тогда я познаю душу. Познаешь себя, познаешь все, говорится, познаешь мир. Это одна сторона. Еще и другая душа, сверхдуша, сердце. В ядре каждого атома, в сердце каждого желудочного и вещества сопровождают невидарную душу сверхдуша, одна на всех. Если этих маленьких душ, как мы, множество, бесчестное множество, то сверхдуша одна. Вот это то, что мы называем Бог, или сверхсознание, или разум вселенной человек. Это сверхсознание. Вот у нас отношение без сверхсознания мы не можем ни видеть, ни слышать, ни ходить, ничего делать. Она говорит поддерживающую функцию. И наблюдает за душой, что она делает? Сопровождает, наблюдает за ней, дает память, знание и запередет. То есть это интересная наука. Это именно наука. Одно дело верить в душ, другое дело знать душу. там же на запись дайте микрофон. Да, все, все. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к визуализации? Вот об этом много пишут, представьте себе это, образите то. и я знаю, в жизни в моей личной друзей было несколько примеров, когда друг себе представлял машину и у него, это я сам лично видел, там было порядка 10 тысяч долларов, он ее купил за 40, и эти 30, они вот образовались. и как он потом объяснял это, визуализация. Как вы относитесь к визуализации? Это может работать, может не работать. Например, если я представлю рогатого кролика, он не проявится. это противоестественно. Да, 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 да. Поэтому визуализация должна быть в знании. Нужно изучать некоторые вещи, чтобы правильно интуализировать. Есть другой пример. Представьте, что вы в лабиринте находитесь, в очень сложном лабиринте, вам предлагают пройти сквозь него. И вы при помощи просто собственного воображения визуализации пытаетесь найти выход. И, конечно, будете идти путем профа, ошибок, верно же, там тупик, тут тупик, вы будете искать, искать долгое время, может быть даже не выберетесь от того, если сложный лабиринт. А теперь представьте другую картину. Вам предлагают пройти через этот лабиринт, но сначала, в этом в руки точный план этого лабиринта. Вы просто его запоминаете, а потом визуализируете и проходите. То есть нужны знания для этого. Есть люди, у которых уже есть врожденные интуиции, они могут визуализировать, а другие люди должны получить знания. Тогда все ваши планы, которые вы представляете, будут достичны на основе закона. Например, если я буду визуализировать, пойду, ограблю банк и стану богатым, этого не достаточно. Я должен считать, что есть полиция, есть свидетели, нужно больше знаний. Логику никто не отменял в визуализации и последовательность действий. Да. Просто нужно знание, и тогда нашу будет помогать нам, планы будут избыточными, на самом деле. Спасибо. Вот интересный вопрос, сейчас подумал. Мужчина, сейчас проблема мужчин, вот говорит, мировая культура наслаждается жизнью, гуляет направо, налево, следует за чувствами и берут от жизни все. Ну, типа пить, курить с друзьями, до утра смеяться, жрать, ну, как, ну, это все такие мужчины, что ли? Да, сейчас вот такие современные мужчины. И они потом... Ну, да, здесь это 0,01% собралось, да, нужно 1-2% в обществе сделать. И вот поэтому я задаю вопрос. Они думают так, вот я надо гулять, пить, все. И когда будет умирать, о, я на славу нагулялся, ну, жизни удалась. Так они думают каждый день. Так же брать и все. Что нужно сделать, чтобы они так больше не думали? В Ките описывается, что нужно делать. Есть там стих такой, где говорится, что люди в основном массе свои заняты неправедной деятельностью. Верно? То, что сейчас вы говорите. Мудрый же человек не станет беспокоить их, потому что если вы попытаетесь прямо оторвать от этой деятельности, они будут раздражаться и гневаться. А скорее он подаст нам хороший пример выявить на правильный путь хорошие дети. Вот что ожидается от этого 0%, как вы сказали, 0-0-0%, что мы все-таки изучи науки дадим какой-то пример для своих детей, друзей, знакомых. И как-то они выглядят этот пример. Если вы начнете сиять, все пойдут за вами. Догорайте. А сиять вы скоро будете. Вы уже начинайте сиять. Быстро сиять. Правда, правда. мужчина быстро очень восстанавливается. При помощи духовных знаний очень быстро воскресает мужчина. Это птица Феникс. Спасибо. просто последний вопрос. Мы сегодня много говорили о цели, но я все же не могу собрать этот пазм. Все же, что такое цель? Настоящая цель. Настоящая цель. Та истинная, великая. А указывается человеку она сверхчеловеческой целью. То есть человек сам по себе не может ее придумать. Он может только ставить цель. Шрейс, прейс называется. Прейс это цель непосредственная. Например, заработать деньги или приготовить обед. Это тоже какие-то цели, да, вот такие небольшие прейс. А шрейс дальняя цель. Вот прейс человек может сам устанавливать в простые вещи. А шрейс он должен поучиться. Это вот либо по преемственности он получает, либо и священный книг берет эту цель. Возличающая заповедь какая? Возлюбить Богу. Вот они, возличающая цель. Негить все. Вот об этом думайте все будет у вас. Ну, постепенно, современно. С небу не упадет, но вы видите как это будет. Спасибо большое. Спасибо.